Мне сложно сказать про кремлевскую власть, она же разная, разные люди, но я предполагаю, что процентов 99 тех людей, которых принято считать элитами, пребывают в состоянии шока, потому что их никто не предупреждал, большинство были уверены, что Путин блефовал, когда говорил о войне, это люди, которые в принципе, ну большинство встроено в западный мир, это люди, у кого дети, семьи, недвижимость на Западе, не в Северной Корее, как вы понимаете, и, конечно, эти люди просто в шоке, в отчаянии, я их сейчас не защищаю, они, по сути, были соучастниками строительства такого режима, оно, по сути, речь идет о начале, конца Путина, я уверен, что это политическое самоубийство, он самоубьется рано или поздно, потому что никакую Украину военным путем он взять не может, было и мне, например, даже не военным экспертом изначально понятно, вот, это начало поражения, то, что мы наблюдаем. Россия, значит, по разным данным сейчас покинула больше полумиллиона, кто-то говорит 700 тысяч человек, ожидается больше миллиона. Дело в том, что возможности мирного протеста исчерпаны, то есть те люди, которые выходили на антивоенные протесты, они понимали, что, конечно, войну они не остановят, они выходили, чтобы просто даже вам показать, что в России не все сошли с ума. Российские беженцы, да, есть такой теперь термин. Я думаю, что те люди, которые сейчас уехали и уезжают, продолжают уезжать, это те, кто, скорее всего, активно выступал в социальных сетях, на митинги выходил, журналисты, активисты, предприниматели, ученые, ну, то есть люди, которые публично выступали против войны, а сегодня это уголовно наказуемо. Поэтому люди бегут, конечно же, от тюрьмы, а не от жизни в экономически отсталом государстве, потому что, ну, даже если оно экономически отстало, да, там твой родной дом, вот у меня родной дом, где я не был уже почти 9 месяцев, 10 уже почти месяцев. Что вы думаете, я не хочу туда попасть? Конечно, хочу. Ну, просто когда я приеду, я не успею доехать, я буду прямо на границе арестован, дальше окажусь в тюрьме. Так же и все остальные думают. Нет, здесь уезжают те люди, для кого ценности свободы – это самые главные ценности в жизни. Они важнее доходов, они важнее заработков, они важнее всего. Люди не хотят потерять свободу или жизнь, а это возможно в России сейчас. Журналисты уехали, чтобы продолжать как раз работать и рассказывать правду о том, что происходит в Украине. То есть ты не можешь писать, называть войну войной, ты не можешь рассказывать о погибших мирных жителей, о погибших российских военнослужащих. То есть тебя за это просто посадят. Поэтому, конечно, все вынуждены уехать, но очень многие уехали и продолжают свою работу. А если говорить про сотрудников IT-компании, ну, как правило, это те люди, которые наиболее образованы, информированы. Это и есть ядро. Если уж не протесты, то, по крайней мере, свободной России. Сейчас да. Сейчас да. Но будет все зависеть от того, когда закончится война. Это будет зависеть от того, как сменится власть и когда сменится власть. Если это все произойдет сильно поздно, и санкции добьют российскую экономику, то просто Россия, она не управляет, она управляется либо с помощью денег, да, либо с помощью силы. Ну, я имею в виду в нынешних условиях. Поэтому, когда закончатся деньги, когда власть будет слабой, то начнутся центробежные все эти тренды. Это уже было в конце 80-х. А вы представьте какая-нибудь Ленинградская область. Там живут вполне нормальные люди, да, очень много таких, как это называется, проевропейски ориентированных. Живут, в принципе, в Европе. В какой-то момент они подумают, а нахрена нам ассоциироваться с фашистским государством под санкциями? Зачем мы будем поддерживать этот режим, и при этом на нас будет распространяться санкция? Ну, вот, тем более там были такие тренды, были такие настроения раньше, а теперь тем более. Вот. А никакого репрессивного аппарата не будет для того, чтобы чего-то там подавлять. То же самое будет происходить с какими-то регионами, так называемые регионы-доноры, которые тоже подумают, а зачем нам ассоциироваться вот с этим государством, которое, по сути, объявлено фашистским, и которое не поддерживается всем цивилизованным миром. Зачем нам ассоциировать? То есть такая угроза, конечно, есть, и Путин создал эту угрозу. Совершенно очевидно. Я думаю, что национал-предатель это Путин и его команда, его банда. Они настоящие национал-предатели. Вот. Они предали страну, они предали своих граждан. Они предали всех тех, кто в Россию вкладывал деньги, время, кто пытался из нее сделать нормальное цивилизованное государство. Они предали всех. Они, по сути, поставили сейчас и людей, и страну на грань вымирания. Худший прогноз вообще ужасный, потому что не будет России в будущем. Мы это уже обсудили. Это худший прогноз. Лучший прогноз это смена власти в самое ближайшее время. Ну, а дальше страна должна пройти в любом случае через покаяние. Как бы здесь иначе не получится никаких отношений выстроить ни с Украиной, ни с Западом. Это просто невозможно. Я уже не говорю о том, что многие люди настолько сейчас разочарованы происходящим. Я знаю случаи, когда отказываются от российских паспортов. Я уже не говорю про многих моих предпринимателей знакомых. Они сейчас собирают миллионы долларов на украинских беженцев. Они говорят, Дима, мы все завязываем с гражданством. Мы хотим стать гражданами Украины, платить там налоги, восстанавливать, помогать. Это такая история, я бы не могу сказать, массовая, но очень заметная. Очень заметная в настроении. Потому что мне же часто в Украине, когда я был, меня спрашивали, а как вы считаете, вот там Путин говорит, мы братские народы, вот русские украинцы братья, это просто такой странный вопрос для меня, потому что у меня есть друзья в Украине, я им пишу, привет, бро, там, как дела, да? Вот. А те, кто убивает украинцев, мне не братья никакие. Те, кто принимает решение, мне не братья. В нашей стране живут разные люди. Одни нормальные, одни ненормальные. И мы не братья между собой даже, понимаете? Уж точно вся эта банда кремлевская мне гораздо отменят дальше. я бы их на пушечный выстрел бы не подпустил. А те люди, которые меня принимали там в Киеве и в разных городах, мои друзья, там, журналисты, с кем я общался, да, они мне очень близкие люди. И многие с автоматами в террообороне в Киеве. А вот я постоянно связываюсь. Мои друзья из Харькова успели уехать в последний момент. А вот у другой моей подруги родственники пропали 2 марта в Мариуполе. Надо понимать, что у многих не было виз. Ты можешь выехать с российским паспортом либо в Турцию, либо в Армению, либо там через Армению доехать до Грузии. Это Казахстан, например, туда очень многие уехали. То есть, если у тебя нет визы, ты едешь туда, куда тебя пустят. Плюс, конечно, в Европе сейчас возникла проблема у как раз российских беженцев. Я их называю беженцами. Они также бегут не от бомб, но они бегут от тюрьмы, от преследований. С учетом санкций, введенных, российские беженцы стали такими непопулярными беженцами. Ну, давайте я вам личный пример расскажу. У меня до сих пор нет никакого вида на жительство нигде. Я до сих пор, вот я на Кипре здесь сейчас нахожусь, я этот вопрос решаю. Я столкнулся с ситуацией, что мне не открывают в банке счет, ни один банк. Ну, потому что я русский. Ну, я к этому, конечно, отношусь с пониманием. Вот, да, без банковского счета я не могу подать на вид на жительство. Вид на жительство я не могу получить без банковского счета. Ну, короче, вот это вот. Круг замкнулся. Ну, я, конечно, свою проблему смогу решить с учетом связи там и хорошего ко мне отношения, но представьте, что там несколько сот тысяч человек оказались без денег, потому что карточки заблокированы. то есть санкции в первую очередь ударили под тем людям, кто был как раз авангардом борьбы с Путиным и против войны. Вот. Мне очень жаль, что так вышло. Но при этом я предупреждал, что бьют не по морде, а по паспорту. И неважно, на какой стороне баррикад ты находишься. Вот она коллективная ответственность таких, хотя я против коллективной ответственности, но она хочешь, не хочешь наступает, потому что откровенно то, что делает Путин, это государственное преступление, это фашизм, и делают он все равно от нашего имени, как бы, да, хотим мы того или нет. Ну вот, с такой ситуацией люди сталкиваются. Все уверены, что это ненадолго, скоро закончится, и все будет хорошо. Не будет. Понимаете, экономика устроена таким образом в 21 веке, но ты не можешь внутри своей страны все импорты заместить, все равно кооперации ты вынужден там объединяться с другими странами, с другими бизнесами, потому что в одной стране грубо говоря бананы выращивают, в другой стране подшипники делают, а в третьей машинное оборудование, в четвертый софт. Ну ты не, зачем тебе импорты замещать в софт, ты не сможешь сделать такой софт. Тебе проще купить этот софт, а поделиться бананами или поделиться нефтью или еще чем. Ну так вот мир устроен. Вот, и когда какой-то обезумевший диктатор начинает стрелять, начинает людей убивать, начинает какие-то захватнические войны, ну естественно, как бы эту страну, вокруг этой страны выстраивается просто занавес, не тот занавес, который был в Советском Союзе, выстроенный Россией, советской властью, да, занавес другой стороны. Ну вот обезьяна с гранатой. Здесь обезьяна с гранатой, значит, нужно максимально изолировать обезьяну с гранатой, а еще лучше вырвать эту гранату или поменять обезьяну на кого-то другого. Ну вот варианты только такие. 20 лет пропаганды массовой эмиграции страны до 20 лет есть оценки, что эмигрировало там около 5 миллионов. 5 миллионов. Вот можете представить, это целая огромная политическая партия, которая бы имела 10% в парламенте. Уехали. Сейчас еще полмиллиона. В ближайшее время тоже какое-то количество, я думаю, уедет. То есть с одной стороны была отрицательная селекция во власти, и вот раньше, например, я просто помню, как относились к Бежириновскому, например, в России. Ну, клоун. Все, что он говорил, это было такой маргинальщиной. К этому никто серьезно не относился. И вдруг все то, что он тогда говорил, стало мейнстримом. То, что Шириновский когда-то вопил с экранов телевидения про то, что мы будем бомбить, изменим гравитационное поле Земли, и ваша страна, Джордж Буш, будет под водой. Когда это приколом считалось. Ну, вот он, прикол. Теперь это уже не прикол. Теперь реально искандеры хреначат по Украине, убивая людей, поравняя города с землей. Вот, все это. Вот это вот маргинальная политика стала мейнстримом. и пропаганда такая, и дебилизация населения полным ходом проходила. Вот. Главное, что людей лишили права на альтернативную информацию, на альтернативное мнение. И я вам могу сказать, что мы с вами, люди, информированные, новости разночитаем, и знаем, как добывать информацию, и вообще политически активны. Ну, 70%, ну, практически, ну, как минимум 60%, в любой даже европейской стране, это, ну, не сильно политизированный публика. Вот, если у нее есть разные точки зрения, разная информация, то эти люди нормально, как бы, там, у них в голове формируется нормальная картинка, картина мира. А если бы у них была только одна пропаганда, ну, значит, эта пропаганда бы сильно им вправила бы мозги. Во-первых, Путину плевать на погибших российских военнослужащих, абсолютно. И прав был Зеленский, который сказал, что он не понимает, как такое, как со скотом обращаются, даже похоронить не хотят, присылают какие-то мешки. Вот. Это, на самом деле, говорит об отношении Путина, путинских генералов, вот всей этой там, банда его, к российским военнослужащим. Сначала там многих обманывали, да, отправляли туда, типа, на учение, вот, а потом, когда они там погибали, про них никто даже не вспоминал. Вот, но, наверное, будет козел отпущения не за потерь, а козел отпущения за то, что Путин не получил свой желаемый блиц-крик. Ну, кто может быть? Может быть, Шойгов, может быть, Герасимов. Вот, но в какой-то момент, я думаю, что этим козлом отпущением станет Путин сам, потому что это было его решение, никто не хочет нести ответственность за войну, которую начал Путин прямо в Европе, напав на соседнее государство, независимое государство, несмотря на все декларации и международные соглашения, где Россия подписалась, расписалась соблюдать суверенитет Украины. Я не верю, что Путин вдруг сам выведет войска. Я думаю, что Путин пойдет до конца, только это конец будет Путину. Вот о чем я думаю. Потому что сейчас все, что мы видим, говорит о начале поражения Путина. И война в современном мире это война экономик. Это уже не война армии. Совершенно очевидно, что российская армия не мотивирована, она ничем не лучше, даже хуже. Украинская армия, у которой есть мотивация и куча добровольцев, которые поддерживают из терроробороны. А дальше уже, у кого больше ракет, самолетов, оружия и так далее. И здесь Россия воюет не с Украиной, а с Украиной, которая поддерживает весь мир. Просто этот мир мог бы лучше поддерживать Украину. И раньше должен был поддерживать Украину, но это отдельный вопрос. И конкурировать маленькая, может быть, большая страна с маленькой экономикой, российская экономика маленькая в мировых масштабах, меньше двух процентов, я думаю, процентов полтора. С экономиками стран Запада это просто самоубийственно. Это бессмысленно, потому что ты проиграешь. Я надеюсь, что Путин проиграет. Ну, совершенно очевидно, что Путин не достиг того, чего хотел, значит, проиграл. Чудовище, он, а не человек, понимаете, потому что человек никогда на такое не пойдет. Человек хотя бы своих воинов хоронить будет. Человек не будет стрелять под детям, беременным женщинам, отдавать приказ на такие военные преступления. Путин чудовище, к сожалению, это так. Я долго, долго считал его там авторитарным лидером, который там нарушает права и свободы и так далее, и так далее. Даже когда мне задавали вопрос Путин убийца, я, это было в студии, кстати, в Киеве, убийца, я говорю, вы знаете, просто для меня это слово, оно имеет такое значение, убийца это тот, кто непосредственно вот прямо убивает. Теперь да, я отвечу на этот вопрос. Он убийца. И он убил уже десятки, если не сотни тысяч на круг, я имею в виду, людей как минимум за последние восемь лет. Тяжело говорить о победе, когда столько людей погибло, когда столько городов разрушено. Это все равно ничего хорошего в этом нет. Надо просто... Ну, я бы хотел чтобы поражение Путина. Я бы хотел, чтобы власть в России сменилась, это и будет победа Украины. Потому что я не сомневаюсь в том, что у Украины будет план маршала, что у Украины будет подъем, что Украина и в ЕС вступит, и, в общем, и все дороги в Украине открыты в мире. Очень важно, чтобы больше не было угрозы под боком. Поражение Путина, поражение Путина это и есть победа в Украине. Украина, по сути, даже не три громких слова, а эти несколько мыслей. Украина запустила уже новую демократическую четвертую волну в мире. Украина сейчас своими действиями остановила развитие авторитаризма в мире. Надо понимать. Украина сейчас, Зеленский является лидерами демократического мира, которые отстаивают свободу под пулями, под ракетами, с оружием в руках. В то время, пока кто-то там обсуждает, как Уилл Смит кому-то надрал морду во время церемонии Оскара. И я всегда говорил, когда тебе демократия и свобода по наследству досталась от твоих прародителей, ты не очень ценишь. Когда тут и политики, и депутаты все, многие мои знакомые, я вижу, что они с автоматами, они никуда не уехали, никуда не сбежали. Я уже не говорю про Зеленского, который, наверное, стал главным героем планеты. Вот. Конечно, вот такой страны большое будущее. И у Украины теперь есть моральное право говорить Западу и учить Западу демократии и свободнее. И вот что, какой страной становится Украина. Россиянину каждому. Понимаете, здесь кому-то я бы сказал спасибо за позицию, кому-то я бы кричал позор. Но мой совет всем россиянам как можно быстрее избавиться от Путина. С Путиным никакого будущего нет. Вообще. Точнее, оно есть, но вы не захотите такого будущего. Только смена власти. И нет войны, конечно. Стоп. Стоп вор. Нет войны. Ну, слава Украине. Героям слава. Героям 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 Продолжение следует...